Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 5 июля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Зенона. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «божественный». Небесным покровителем его является мученик Зенон. В начале третьего века жил на свете Зенон. Однажды раздал святой все свое имущество и отправился к гемону Максимиану. За ним пошел его верный слуга Зина, который был человеком верующим и горел желанием принять мученическую смерть. Придя к идолопоклоннику, святой увидел, как тот заботится о почитании ложных богов и сам усердно предается служению им. Праведник начал изобличать Максимиана. Не терпя такого отношения к себе, гемон приказал бить ремнями непрошенных гостей. Во время истязаний Зенон протянул руку и ударил в стену идольского храма, отчего здание разрушилось. Разгневанный Максимиан приказал повесить Зенона. Из милосердия, чтобы смерть быстрее наступила, его тело стали бить хлыстом. На место пыток пришел верный слуга мученика Зина и стал умолять своего господина не покидать его. Увидев это, язычники схватили верующего и стали мучить. Вскоре их обоих отправили в темницу. Когда оба праведника на следующий день пришли на суд, Максимиан требовал отречься от Христа или их предадут еще более жестоким мучением. Только вот сыны Божии не собирались отрекаться от Христа своего. Их повесили на дерево, а к ногам привязали тяжелые камни и стали жечь огнем их тело. Но мученики чудесным образом остались невредимыми и даже неопаленными огнем. Обезумевший Максимиан приказал отсечь пленникам головы. Так оба христианина отошли ко Господу. Еще один именинник — Гавриил, ангел-хранитель его, священномученик Гавриил Архангельский, диакон. В начале XX века сын псаломщика был рукоположен в диакон Петропавловской церкви при Мариинской больнице в Москве. А позже его перевели служить в Преображенский храм. Там он с любовью относился к своей пастве и всегда был готов помочь добрым советам. Во время бесчинства большевиков его и еще нескольких священников арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Свою вину никто из задержанных не признал. Гавриил Архангельский был осужден на 10 лет лагерей, но в заключении на диакона завели новое дело и приговорили к смерти. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Евсея, Георгия и Федора. Напоминаю, что самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!